Опа! Привет! С вами доктор Влад. У нас минус один градус. Ну хорошо тогда. Новости, коти. Ну вопёк в комментариях. Парень тут пишет. Вчера смотрел ролик из США. Специалист по компьютерам, русский. Владелец IT-компании объяснял, почему плохая связь на митингах Белоруссии и России. Включают оборудование для перехвата сообщений в мессенджерах на полную катушку. Понятно, да? Чтобы всё прочитать, чтобы всё успеть. А кто же это успеет прочитать, если там тысячи сообщений идут? Ну не знаю. Куда-то записывают, наверное. Так, а во, Хаим тут нам рассказывает, что было в Тель-Авиве. Мой репортаж демонстрации в Тель-Авиве. У посольства люди в штатском. Они себя не представляли, но понятно, что они из посольства. Довольно успешно разворачивали людей в прибрежный парк, в трёхстах метрах от посольства. Пугали полиции штрафом в пять тысяч шекелей. Это 1200 долларов. Я подискутировал с ними, настаивая на своих правах. Юрисдикция РФ пока на Тель-Авив не распространяется. Продолжал стоять с палкой, на которую повесил синие трусы. Потом подошли ещё люди с плакатами. Собралось человек 20-25. Но большинство, несколько сотен, было в парке, к сожалению. Это очень тревожный индикатор того, что генрабство не изжит. Даже в стране с гарантированными гражданскими свободами. Вот такие дела в Израиле. Спасибо, Хаим. И дальше из Венгрии. Ага, наша Людмила пишет. Добрый день, пишу из Венгрии. Да, Венгрия заказала 1 миллион штук, спутник 5, спутник В. Несмотря на то, что русская вакцина не получила красный свет в Евросоюзе. Венгры не хотят прививаться спутникам. Но наше правительство это не интересует. Правда, вакцины должны получить где-то по 330 тысяч в феврале. В марте и апреле. Вот так. Вот мои корреспонденты с мест сообщают. Так. Ладно. Юлия Навальная задержана. Задержана Юлия Навальная. Она была с мамой там вроде, да? Ой. Супруга оппозиционного блогера Алексея Навального Юлия сообщила о своем задержании. В своем инстаграме она разместила фото и извинила за плохое качество, плохой свет в автозаке. Вот так. Задержали ее. А, там была мама Алексея Навального еще. Я помню. Фотография. Она одна стоит. И так вот пальцы держит Виктория Победа. Так. ОВД Инфа. По России на акции в поддержку Навального задержали более 1,6 тысяч человек. Больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и Казани. Причем в Москве в разы больше. 500. А только в Санкт-Петербурге 212. Новосибирске 90 и так далее. В СБУ отчиталось о задержании Джигурды из ФСБ. Служба безопасности Украина задержала в Херсонской области мужчину по прозвищу Джигурда. Который служит агентом, якобы служит агентом ФСБ России. Какая-то Джигурда появилась. Что-то они размножаются, что ли. Но это другой. Байден предложил план по сокращению потоков миграции в Мексику и США. Он звонил лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу. Ну, ребят, вот Мексика, да, это основной поставщик рабочей силы в Америку. В основном, вот они тут все время у нас ковыряются с землей, там, с лопатами с какими-то. Вот, техники у них полно тоже. Так что это, Мексика это серьезно, это ближайший сосед. Вот, и действительно, это дело безотлагательное. Байден заявил, что в США из-за коронавируса усугубляется экономический кризис. Он призвал действовать быстро и решительно, чтобы исправить ситуацию. Ну, сделают, да. Почему нет? Я успокоился насчет Америки. Медики объяснили, почему в этом году не было эпидемии гриппа. Ну, во-первых, была какая-то вакцинация, а во-вторых, меры по профилактике коронавируса препятствуют распространению и гриппа. Ну, я вообще-то уже об этом говорил. Нынешние антиковидные меры, социальная дистанция, ношение масок, мытью рук и так далее. И это все против гриппа тоже работает, ребята. Но перекрестной защиты нет. Прививка от гриппа не спасает от коронавируса и наоборот тоже. Так, китайского журналиста испугали условия жизни в российском городе. Журналист Жень Хань Фэй, это газета или он сам, он, да, Жень Хань Фэй, был шокирован жизнью в Якутске при экстремально низких температурах. Ух ты, да. Ну, холодно, конечно. Также его впечатлило, как жители Якутска борются с последствиями низких температур, например, отогревают автомобили или строят теплые автобусные стоянки. Ну, вот я на вязке был, там тоже, там автомобили на ночь подключают в розетку и он греется. А иначе, наверное, не заведешь, да. Презент московского зоопарка Владимир Спицын умер в возрасте 79 лет. Да вроде хороший дядечка такой. Реконструкцию тут затевал и так далее. А вообще зоопарки нужно все снести, я их не люблю. Так, в РПЦ предупредили, что Кураева могут отлучить от церкви, то есть вообще даже от церкви. Уже сняли с него все саны и сейчас хотят отлучить от церкви. Понятно, да? Как они на него ополчились? Умер телеведущий Ларри Кинг, ребята. Ему было 87 лет. Вот это легенда. Понимаете, это легенда. Это вообще, это Атас. Родился он в 1933 году. Коронавирус, ребята. В Америке такую звезду и не спасли от коронавируса. Фух, как это нехорошо. В Кремле затруднились с комментарием по поводу сослуживцев президента Путина по КГБ из расследования ФБК. Я тоже затрудняюсь. Ладно, хорошо. Трамп-младший после блокировки отца в Твиттер перешел на Телеграм. Ну, что его-то хоть объяснять? То есть это, про него-то что говорить? Это ж не коренька. Ладно. Так, сотни нацгвардейцев заразились коронавирусом после беспорядков в Вашингтоне. Ну, сотни, а там их было 25 тысяч. Ничего страшного. Они крепкие, они гвардейцы. Запасы нефти в США неожиданно выросли на 4 миллиона баррелей. Ну, попёрло нам, ребят. Так, Трамп хотел сменить главу Минюста США для отмены результатов выборов. Ну, вот это гадости про него высовываются. Сейчас про него очень мало. Я тебе специально думаю, надо вам напомнить, что был такой Трамп. Так, Кабмин выделит 4,5 миллиарда рублей для сдерживания цен на хлеб и муку. Да, стукались, ребята. Да, хлеб и мука, картошка. Ой-ой-ой-ой-ой. Фристаллист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМЭ в Москве. Ну, в Москве там ему что-нибудь подсыпали, подлили мочи ещё, размешали. Симоньян назвала Ларри Кинга главной легендой мирового телевидения. Ну, это да, а я Симоньян назову главным позором мирового телевидения. Вот это мне такое ощущение. Новое бесстрашие. Аркадий Дубнов, международник, пишет. Ну, вот это началось. 23 января с Пуштинска. Первое впечатление. Новое бесстрашие. Безусловно, только на площади не менее 10 тысяч. Подавляющее большинство молодёжь 30 минус. Родившихся при Сталине Хрущева почти не видно. Бла-бла-бла. Не чувствуется напряжения, не видно страха на лицах. Такое новое бесстрашие. Ну да, бесстрашные вышли, погуляли и назад пошли. А от случившейся сегодня в Москве фото. Это Алексей Носеткин, врач-блогер на ихе Москвы. Ну, тащат, вон, да. Этого тащат, того тащат. Ну, репортаж, короче. Понятно, да? Полиция Петербурга начала проверку после публикации видео, где женщину бьёт силовик. Да, ни с того ни с сего. Она что-то начала ему кричать, зачем вы их выдерживаете? Зачем вы их задерживаете? А у неё живот ударило, и сейчас её в больницу положили. Разбираются. Полиция не применяла силу к участникам незаконной акции протеста в Саратове. Всё тихо, мирно, 800 человек собрались в Саратове. Да, в Саратове я уезжал, было 800 тысяч. Сейчас, наверное, меньше народ-то вымирает. Но вот 800 вышли. Каждый тысячный вышел. Так, нас ждёт не оттепель, а жёсткий ответ и власть. Господи, это Ксения Собчак. А как она сюда попала? Нет её. Всё, стёр. Ещё Собчак я буду цитировать. Так, пожалуйста, посмотрите на это видео. На нём ОМОН провоцирует детей на драку. Сегодня на Пушкинской. Это день позора российской полиции. Беспорядки устроили представители власти. Расследование про дворец перевалило за 70 миллионов просмотров. Ура! Это Мария Пёвчих. Ура, товарищи! 70 миллионов. По-моему, уже 80. Ну и хорошо, да. Вчера из-за цифр ТикТока я боялся, что взрослых будет меньше, чем школьников. Но нет, вышла взрослая молодёжь. 20-40. Это те, кто станет не только властью, а буквально всем в ближайшие годы. Нисти поклон им. Писец Кремлю. Лучи поддержки Алексею и всем политзаключённым. Это пишет Ходорковский. Ну, ладно. Хабаровская полиция признала Сергея Фургала, Алексея Навального политическими заключёнными. Ну, это здесь... Они пишут рапорт, да. И вот здесь, да, написано. Поддержите политических заключённых, Фургала, САИ и Навального, АА в форме шествия и так далее. Написали, да. Ну, а чё? Долборезы. Тётя одна пишет. А вы знали, что у нас могут отобрать образование? Пока все прыгают с бубном вокруг ситуации с дворцом Путина, я узнаю, что позавчера оставил второе чтение законопроекта о просветительской деятельности, в котором говорится, что каждый, кто занимается осуществляемой вне рамок образовательных программ деятельностью, ну, обучением, короче, да, должен получить лицензию. А если нет лицензии, всё. Короче, все наши уроки и лекции на Ютьюбе, онлайн-курсы, блогеров в Инстаграме, т.т.т. Не только это. Всё это может быть просто уничтожено, а их авторов можно будет засудить. Понятно, да? Без лицензии учить никого нельзя. Не знаю, что из этого выйдет. Илья Яшин пишет. В Чите полиция отказалась разгонять митинг. Люди аплодируют и скандируют. Молодцы. Вот везде бы так. Ну, я думаю, что не дождётся. Не дождётся. Это Яшин тут писал. Томск. Бесконечная колонна людей. В каждом регионе, в каждом городе граждане выходят на улицу. Сегодня какой-то невероятный день. Ух! Давно не видели, да? Ну, ладно. Главная ошибка любого диктатора в том, что он считает себя исключительным. Это профессор Преображенский. Чаушеску не верил, что с ним будет как с Муссолини. Саддам не верил, что с ним будет как с Чаушеску. Каддафи не верил, что с ним будет как с Саддамом. Путин не верит, что с ним будет как с Каддафи. Очень много людей вышло. Это Евгений Ройзман пишет. Полиция не мешала. Ни одного инцидента. Молодцы. Основная кричалка, которую все подхватывали. Путин вор. Свободу Навальному. Екатеринбург уважаю. Так. И что дальше? А это уже Москва. Для начала неплохо. Ну, ребят, вот весь твиттер вот этим вот и забит. Ну, что же. Сходили. Сегодня воскресенье. Пора уже отдыхать от революции. Всего хорошего. С вами доктор Влад. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok